но народное зодчество как я уже говорил она ну прежде всего это вещь которая намертво привязана к способу хозяйства не человек то есть если скажем это скотоводческое кочевническое общество она рождает одни формы архитектуры если это скажем земледельческое общество она рождает другие формы архитектуры то есть в 2 2 разных способа хозяйственно рождает два разных вида архитектурных сооружений ну как это реально можно иллюстрировать кочевое скотоводство это передвижное передвижное хозяйство не да то есть племя или народ кочует вот сегодня допустим сезон сменился и как вот эти вот птицы улетают на юг и и нам тоже надо двигаться потому что сейчас тут будет зима а нам надо скот пасти и соответственно значит за этой самой за летом двигаемся в сторону юга потом наш когда там начинается жара все высыхает мы двигаемся в сторону севера так на гайцы кочевали то есть их территория распространялась начиная с каспия там при черноморье и до урала там где сплошные леса начинались вот это вот сплошная степь это вот как раз место где кочевали соответственно как кочевать а значит жить то где-то надо до молиться где-то на что-то во всем все хозяйствовать надо если ты двигаешься значит все должно быть мобильные то есть все сооружения должны передвигаться не будем строить здесь потом бросать строить там потом бросает строить там так не делают то есть это нерационально прежде всего поэтому изобретена была архитектура мобильная это юрты это кибитки это шатры навесы ну то что возникло тогда еще в те кочевые времена чего я сразу с кочеви начал потому что у татар мы сейчас про татар будем говорить у татар как бы предки были кочевыми одни из предков скажем так ну мы всегда смотрим на какую-то доминирующие идеи в общем то по большому счету считается что тюрки изначально кочевой народ и соответственно значит мы будем вести психологию татарской традиции от кочевого времени она прошла сквозь века даже тысячелетия и до сих пор мы какие-то вещи видим в архитектуре и в искусстве которые тогда еще зародились тысячи полторы лет назад это можно видеть и в орнаментах это можно видеть каких-то других вещах которых я отдельно буду говорить вот и соответственно значит вот тогда уже были выработаны типы сооружений которые которые не меняются до сих пор то есть скажем юрта она настолько совершенное архитектурное сооружение мобильное что она даже в деталях не изменилась начиная там вот с того момента когда я прослеживают впервые где-то 8 10 века до сегодняшнего дня качают абсолютно в одинаково таких же юртах более того эти юрты они одинаковые для всех тюркских народов начиная там любые нагайцы там я не знаю узбеки значит башкиры кто угодно да алтайцы вот все все в этих совершенно одинаковой конструкции юрт хат каркас который собирается за два часа значит по определенной схеме там у него шамерок наверху дымовое отверстие вот эти вот решетчатые стены которые тоже складываются вот так вот да за два часа она собирается 200 килограммов весит грузит ее на полоске и везут на три тысячи километров и там собирает еще раз за за два часа покрывает зависимости от сезона чем надо войлоком или шелком я не знаю или чем-то еще до бывает богатые юрты бывают маленькие большие юрты бедные бывать всякие бывают да но в принципе это вот одно и то же сооружение типовое для всех кочующих народов это модель того как развивается вообще народное изучество то есть однажды найдены какой-то оптимальный вариант сруба допустим до срубного сооружения либо каменного какого-то значит сооружение конструктивное решение на кавказе это одно решение значит скажем где-то ну я не знаю там где нет такого камня природного зато много дерева скажем это другое решение там кирпичей с деревянными перекрытиями и так далее но тем не менее вот для у каждого народа и для каждого какого-то климатического условия находится оптимальное решение которое переживает и кому так и движется так что вот разговор о том что там было тысячу лет назад и что сейчас он нам как бы задает вопрос о нюансах скорее чем принципах когда на повозке стоит какое-то сооружение она могла быть разное не обязательно юрта это могла быть скажем четырехугольная скажем дал как у цыган там я не знаю да или уборов это даже кибитка могла быть плетеные в золотой орде вот такие вот плетеные эти самые дома они разные тоже были либо круглые значит с коническим верхом либо они могли быть квадратные но все они были вот плетеными либо это может быть настоящий вид юрты иметь либо что-то еще каркас на какое-то сооружение обтянуты вот это называется кибитка она всегда действует садишься едешь и значит она удобно чем с одной стороны и неудобно потому что ограничивается размерами там и еще чем-то вот с другой стороны удобно потому что можно нормально жить во время движения особенно это касается скажем управление государством от кочевое государство да это группа племен которая передвигается и вот хан допустим он собирает военный совет он собирает хозяйственные какие-то совещания да в это время повозка движется да были такие действительно и есть рисунки даже значит вот этот повозка чингисхана который тащит там чуть не 60 быков и который вмещает там большой это 50 до 50 человек и она едет прямо значит вот были такие да но сами юрты и шатры могли быть огромных размеров ну юрту слишком больших размеров не сделаешь потому что там сложные конструкции начинается чем больше надо же искать где-то вот это жердит прочее да и тут уже механически увеличивать ветровая нагрузка и прочее не дадут а вот шатер это вантовая конструкция которая значит стоит на опорах и на растяжках такие шатры были вообще гигантские вот этот алтон урда значит это золотой шатер который дал название государству этих чингизидов он как раз вмещал до полутора тысяч народов судя по этим источникам но он уже был такой нетрансформированный то есть один раз его делали и никуда его туда сюда не таскали это было символическое такое сооружение которое просто так символически представляла себя собой вот значит дворец кочевого хана